Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами оперный исполнитель, тенор, которого рада приветствовать сцены ведущих российских и зарубежных театров. А сегодня он здесь, во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра. Здравствуйте, Нажмедин! Здравствуйте! Нажмедин Мавлянов, российский и узбекский оперный певец, тенор. Родился в Самарканде, где и получил первое музыкальное образование. Затем окончил Государственную консерваторию Узбекистана в Ташкенте. В 2010 году был приглашен в Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. На сегодняшний день является ведущим солистом этого театра. Кроме того, Нажмедин Мавлянов исполняет главные партии на оперных площадках по всему миру. Он приглашенный солист Большого и Мариинского театров, Фламандской оперы, Немецкой оперы Норейни, а также Королевского театра Коундгарден и театра Митрополитен опера. Очень рада вас видеть во Владивостоке. Знаю, что вы не первый раз уже здесь. Вы выступали на фестивале. Да, приезжал с удовольствием. Вам в Владивосток возвращаетесь уже с ощущением, что в знакомые места едете? Или есть ощущение некоторой экзотики от перемещения из одного конца страны в другой конец? Уже, конечно, знакомые места. Но для меня всегда остается то, что здесь много воды, смотришь с гостиницы. Это для меня всегда приятно. Очень люблю вид из окна, когда выходишь, смотришь. И очень нравится мне здесь. Очень. Вообще, ваша судьба как артиста, как человека, она, мне кажется, отчасти даже немножко похожа на какую-то восточную сказку, потому что вы мальчик, который родился и вырос в Самарканде, и, как казалось до определенного момента, ничего не предвещало того, что вы станете большим оперным исполнителем. Как вы сами оцениваете вот этот элемент удачи или какой-то элемент судьбы в том, что с вами произошло? Здесь вот как раз удача, наверное, это она идет от труда еще. Есть в этом элемент судьбы тоже, потому что я в жизни предполагал спортсменом, да, потом строитель, думал все это как бы вполне. Но чтобы петь, и тем более оперу, которую я вообще, с которой не был знаком, только так, может, край муха и где-то слышал. Вот это, наверное, судьба. Тем более я вообще не думал, что я буду поступать на оперное отделение. Был бы эстрадный отдел, я бы поступил на эстрадное отделение. А так как его не было, поступил на классическое пение. Ну, наверное, судьба, да. Иногда я верю, иногда не верю. Вот, но здесь, скорее всего, да, это судьба. Насколько я знаю, ведь когда вы попали на этот путь будущего оперного вокалиста, вы очень много работали над тем, чтобы освоить там и музыкальные, и литературные материалы, много-много всего одновременно делали. Расскажите чуть подробнее вот об этом периоде. Что вами двигало? Какая-то страсть охватила вас в будущей профессии? Да, да. У меня, ну, я вообще такой человек, когда, если мне вот что-то нравится, и я понимаю, что вот каким-то одним делом, ну, любая профессия требует не только там заниматься одним делом, там вот вокал репетировать, одна, как на специальность ходить, но есть еще и другие предметы, которые необходимо изучать. Ту же муз-литературу, сольфеджио, гармонию, игра на инструменте. И, конечно, все это я посещал, потом я читал о великих людях, музыкантов, дирижеров, скрипачах, режиссерах, певцах, в первую очередь, естественно. И, конечно, много очень труда требует. Даже если это, ну, как говорится, судьба, понятно, что есть такое понятие, что если судьба, то тебе суждено. Но у меня есть еще один такой серьезный подход к этому, что, как бы ни было, в любом случае ты должен очень много работать и продуктивно, и вовлеченно это делать, это с любовью. А правда, что в юности одной из ваших любимых книг был Мартин Иден, Джек Лондона? Да. Вот сейчас я о нем думал, думаю, говорит, не говорит, но это время. Потому что, да, это вот книга, которая, она дала мне понять, как распределять время. И поэтому она мне дала мощный толчок, такое вдохновение. Причем он же прям, ну, практически, он с нуля поднимался, он исполнил вот эту свою мечту. И даже потом мечту своего друга. Ну, в общем, это так вот, вот у меня вот мурашки побежали, потому что я помню эти все ощущения. И вот эта книга, она стала много-много лет такой моей настольной, что ли, книгой. И вот эти правила, как распределять время, как распределять все, что ты имеешь, чтобы достичь цели, мне помогло. Хотя я не писатель же, мне же не для этого, мне нужно было там статьи писать, там, в журнал, газет. Это дело я применял в вокале. Плюс еще спортивные достижения. Именно эта книга так на меня сильно повлияла. Она дала, вот, кстати, мощный заряд, очень мощный. Так вопрос о том, как важно в нужное время читать нужные книжки, правда? Да, 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 это важно очень. И еще есть книги наши, восточные, что, почему мне нравилось заниматься в какой-то период разными профессиями, особенно, когда я только вот юноша был там. У нас такое есть понятие, молодцу из 40 профессий мало. Что человек должен уметь, ну, много что делать. Это, я, кстати, все это с детства и запомнил. Все-таки, возвращаясь к вашему пути профессиональному, артистическому, вот, понятно же, что существуют некие природные данные, существует школа, которую человек нарабатывает, да? Но чтобы по-настоящему как-то взлететь вот в этой профессии, нужно еще чувствовать удовольствие от того, что ты артист, от того, что ты на сцене. Вы вот этот момент, ощущение того, что вот вы не просто обладатель действительно прекрасных данных голосовых, но и то, что вы чувствуете себя артистом. Когда вы его поймали? Первый выход, я помню, я думал, я встал на сцену, самый первый, где тогда еще и эстраду пел, такой, я встал, там, какое чувство, что ты артист, я не мог ходить, я думал, у меня колени подкосились, спел, сказали, здорово все. Это я там, это, пойти с нами, у нас конкурс был, тогда первое место занято. Я встал и не мог уйти со сцены, я думал, еле-еле, потом вышел этот, вот кто объявляет все, я говорю, я не могу идти, он говорит, да, такое бывает. Это вот такие первые ощущения, это долго продолжалось, а потом постепенно, постепенно все пошло. Если говорить про оперную сцену, вот в Ташкенте, вот там я уже начал постепенно все вот освобождаться, конечно, уже было много за плечами выступлений таких вот, на публике, именно вот когда публика еще сидит, это же совсем другие ощущения. Часто, понятно, спустя сколько лет, все равно волнуешься, иногда думаешь, что ты волнуешься, как будто первый раз выступаешь, а все равно волнуешься. Вот главное знать грант, не переволноваться, потому что голос, он волнение такое чрезмерное не любит. Если мы говорим о пути молодого вокалиста, то мне кажется, очень важно то, кто окажется рядом, чтобы подсказать, какие правильные стратегические шаги предпринять в карьере, к каким партиям стоит подступаться вначале, какие отложить на более поздний момент. Вам в этом смысле везло с наставниками, с теми, кто направлял вас, кто помогал. Да, в самом начале певцу хочется исполнить. Ну, думаешь, что, особенно когда голос еще совсем молодой, ты делаешь с ним все, он такой гибкий, делаешь все, что хочешь, но есть партии, которые нельзя просто в силу возраста хотя бы петь. И, конечно, это педагог, наставник об этом говорит. Еще много подсказывают книги именно о таких великих певцах, выдающихся. И причем нужно читать разные, потому что разные типы голосов есть, чтобы понимать, научиться разбираться. И здесь где-то должна все-таки срабатывать интуиция. И сейчас я тоже всегда задумываюсь, потому что у меня появились вот такие партии, как Пиковая, Садко, да тот же Дон Карлос, это очень сложная опера. И вот эти партии, чтобы как их комбинировать, какие партии вот в этот период убрать, какие петь, какие не петь, чтобы, знаете, когда блюдо готовите, невозможно все туда добавить в один раз. Здесь тоже есть такое, нужно знать, какие партии вместе, они совместимы, можно их исполнять рядом, или в один год даже, или в месяц. Я люблю вас, сколько, как одна безумная душа поэта, еще любить осуждена. Думать всегда нужно, и сколько петь можно, нагрузку в смысле какую давать. И вот перелеты даже, например, тоже уже обязательно нужно об этом думать, через сколько восстанавливается голос, допустим. Ну, бывает, когда кто-то заболел, я нахожусь с другой стороны, и говорю, вот все, вообще некому петь, а у меня спектакль в одной стране, а завтра нужно ехать, лететь в другую страну. И такое тоже бывает, и бывало у меня в жизни нередко, причем заболеваю, нет никого, все, и выручаешь. Но это не полезно всегда. Иногда мобилизируют, но часто делать такое нельзя. Вот здесь тоже выборы, пожалуйста. У вас за плечами выступления и на ведущих российских сценах, Мариинского театра, Большого театра. Если говорим за рубежом, то это такие знаковые сцены, и Ковенгарден, и Метрополитен опера, как я понимаю. Ну, то есть это те названия, которые условно являются мерилом успеха для любого исполнителя. Да. При всем при этом, что вы в своей жизни считали и продолжаете считать критерием успеха в профессии? Ну, успех, во-первых, продуктивность, и успех – это когда ты, естественно, востребован, но без этого никак, если ты не работаешь, значит, ничего не движется. Для меня именно желание трудиться, вот продолжать заниматься, гореть, вот это желание жить, желание петь, выступать, кураж, что ли, какой-то, вот войти, вот, наверное, вот это успех у меня. Потому что только через это может быть выход на сцену и быть успех на сцене. Но вот это для меня основное. При том, что у вас и на сегодняшний день довольно обширный репертуар. Там и Вердиевские партии, Чаковские, Мусоргские, Пучини – много. Можете ли вы поделиться, какие рубежи в плане исполнения будущих партий вы бы для себя хотели наметить и хотели бы реализовать их в ближайшие годы? Есть у меня несколько партий, которые я подготовил, и не получилось вот из-за этой пандемии выйти на сцену. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время где-нибудь поставят вот того же Ирнани. Но больше, конечно, я исполнил того, что хотел, о чем когда-то мечтал и даже не мечтал. Что наша жизнь? Игра, добро и зло – одни мечты. Труд, честность, сказки для бабья. Пусть неудачник платит, пусть неудачник платит. Я о Германе вообще не думал, что я его спою. Вот тот же Герман взять. А между тем, здесь в Углестоке вы его споете в скором времени. Да, да, да. А вот о Садко я вообще не думал, что я буду петь. Я не был так хорошо знаком с этой оперой. Только пел индийского гостя в училище, когда на конкурсе. Я только так был знаком. Ну что вы, я пел в Садко еще в Большом театре спустя. Сколько? 36, кажется, лет. Знаю эту партию, понятно, что я буду петь. Я вообще не предполагал. Вот вообще вот, ну, никак просто не предполагал. Вот бывают и такие. И когда я познакомился с этой музыкой, я думал, какая она красивая, потрясающая просто. И думал, почему так редко ставят. Высота, непристота, поднебесная глупота, 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 патриар, роде. Широко на столе, по всей земле, глупота, мудрит, не пустит. Я восхитился просто. Вот бывает такое. Не думаешь, не думаешь. Вот и на. Скажите, а какое значение для вас, как для исполнителя, имеет режиссерская трактовка спектакля? Ведь мы знаем, что, особенно за рубежом, часто классический материал любят облекать в какую-то современную, иногда даже радикальную форму. Как вы к этому относитесь? Приходилось ли вам принимать участие в каких-то очень осовремененных, радикальных вариантах режиссерских постановок? Да, были разные у меня, конечно, спектакли. Я испытываю всегда новое. Есть, конечно, то, что мне близко. Есть то, что очень далеко от меня. И есть, допустим, в каких-то моментах я не хочу участвовать. То, что мне не близко, не люблю. Об этом я всегда говорю, и когда мы общаемся с режиссерами. Все это вполне сегодняшний день. От этого, во-первых, никуда не уйдешь. И пробовать нужно. Ну, люблю, конечно, чтобы вот если спел каждый спектакль, если ты исполнил, как написал композитор, все как задумано там в клавире, это огромное счастье тоже. Потому что источник – это вот один, а дальше уже эксперименты. Есть удачные, есть менее удачные, есть неудачные. Поэтому вполне нормально. Так же и с операми. Стараюсь быть более таким гибким, не как бы говорить, вот я вот, вот, все. Нет, нет, только нет. Я эксперименты, я люблю. Здесь, в Владивостокской публике, вот в ближайшее время предстоит увидеть и услышать вас в «Доне Карлосе» и в «Пиковой даме» партии Германа. На ваш взгляд, почему Владивостокскому зрителю стоит проявить интерес и прийти, может быть, кому-то впервые, а кому-то в очередной раз, вот, посмотреть, познакомиться с творчеством Верди Чайковского? Да, обе они очень красивые. Они совершенно разные оперы, конечно, но они также очень совершенно красивые, что обе, у меня они обе вызывают вот именно отзыв в душе. Сейчас у меня Герман, конечно, для меня это, она мне партия очень, я проникся ею, что и сама музыка. И вообще она как-то написана, в ней есть только, она какая-то живая, что ли, вот она настоящая, вот именно музыка, хотя сколько уже существует, но сама история тоже, то, что он помешался на все, это все какое-то живое, все оно, ну, такая живая опера, которая может быть, ну, она как бы на века. Я вот испытываю такие ощущения от работы над вот этими операми, просто мощные они. Конечно, Герман есть Герман, но и Дон Карлсдонг, это трудно их отделить, они обе потрясающие, я очень люблю эти оперы. Когда ты выступаешь, на тот период, любая партия, она становится твоей любимой, потому что ты много очень уделяешь внимания повторам, продумыванию, по-новому, может быть, где-то переосмысливаешь уже. Есть взаимодействие героев, когда о любви, это за траве, романтик, по сути, для меня это очень, и поэтому мне и Дон Карл близко все-таки там есть, там о любви, когда там все поется, что это меня трогает, конечно. Я надеюсь, что с таким мудрым и разумным подходом вы еще долго будете оставаться в прекрасной вокальной форме. Дай бог, дай бог. Мы будем с удовольствием смотреть на ваше выступление. Спасибо. Главное делать правильный выбор. Это на каждый день, сколько лет отпущено петь. Постараюсь это сделать грамотно всем. Субтитры сделал DimaTorzok